Основная мысль состоит в том, что метаболизм – это сложный процесс, нежели мы склонны думать. Итак, у нас есть лептин. Это тоже очередной гормон, от него никуда не деться. Как известно, лептин – это гормон, в том числе сигнализирующий нашему мозгу, если он есть, об энергетических запасах тела и о том, сколько вы едите. И когда он падает, он вызывает многое из того, что часто называют голодным откликом или повреждением метаболизма. На самом деле это не то, не другое, а естественная метаболическая адаптация организма к диете. Падает лептин, он вызывает разные изменения. Это скорость обмена веществ замедляется, чувство голода увеличивается, помедляется вялость, работа щитовидной железы снижается, уровень гормонов щитовидной железы падает. Это ТТГ, Т3, Т4. Ну, ТТГ – не совсем гормон щитовидной железы, а сигнальная молекула. Ну, падает тестостерон, приходит целая куча прочего взаимосвязанного. Так вот, что интересно, кортизол, помимо своих прочих свойств, он также вызывает резистентность к лептину в головном мозге. А это означает, что лептин не может в полной мере доставить сигнал в мозг. То есть, чем выше уровень кортизола, низкая калорийность, много кардиостресса, тем меньше сигналов от лептина получает мозг. Это тоже одна из существенных причин происходящего процесса снижения скорости похудения. И когда мы понимаем уравнение энергетического баланса, мы сможем точнее определить, что нам ожидать и как всё сделать. Это важно взять на заметку, особенно если у вас много жира, от которого нужно избавиться, так как ваш организм будет с этим бороться. Друзья, всем привет! Это второй канал проекта СМТ «Научный подход». Здесь мы публикуем выжимки из основных роликов. Данный формат называется «По полочкам». Несколько минут по самым главным темам. Также на канале вы можете найти переводы зарубежных материалов в сфере доказательной медицины, различной курсы и много чего полезного. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если у вас есть предложения по новым роликам, оставляйте их в комментариях к видео на YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова